Здравствуйте! Меня зовут Сахар. Сразу к делу. Сегодня я покажу, как я делала кубики скелетики черепочки. В прошлый раз я делала игральные кубики с ртом и с глазиком. В этот раз я захотела сделать что-то немножко другое, более плоского формата. Вот, собственно, они рядышком. Кстати, в этом кубике глазик глянцевый и то же самое с ртом, а вся остальная поверхность матовая. В чем же отличие? В тот раз я сделала кубики с классиком и с ротиком, у которого дизайн в цифре 1, а у этих кубиков дизайн будет на цифре 3. То есть носик и глазницы будут теми самыми дырками, которые будут обозначать цифру. Я сделала их две штуки. Вот этот более маленький, этот более большой. Они немножко отличаются. У маленького и черепок как будто бы больше помещается на платформу. Изначально я делала их отдельно, поэтому они немного отличаются по размеру. Как и в прошлый раз, я хотела, чтобы у меня кубики были не идеальными. Так, я хотела и сейчас, потому что что? Потому что я буду делать их золотыми. А пока что приступим к опилу. Начнем с этого кубика. Так вот, что я собиралась делать? Моя идея была сделать черепки. То есть это уже немножко пиратская тема. И эти кубики будут словно сокровища. Словно слитки золота. Словно кусочки золота. А золото не идеально, если оно не выплавлено. Это также все еще мои любимые кубики. Я не могу. Они мои любимые только из-за того, что они золотые. Я сорока. Пока я их спиливала, их дизайн немножко подпилился. И исчез. Поэтому я использовала свой резачок, чтобы поправить это все. Я обратно выцарапывала зубки. И все детали, которые пропали, также их пыталась проявить. Например, подровнять глазницы. Сделать их более острыми. И зачем-то здесь я сделала такую вот полосочку. Я не знаю зачем. Наверное, я пыталась добавить углубление в череп. А? О чем я думала? Пока я пилила, появилось огромное количество пыли. Мне надо, наверное, смазкой все это делать. Вы только посмотрите на это колоссальное количество. И я этим дышу. Это вам, кстати. У меня нет пылесоса. Я не хотела брать тряпочку. Поэтому вверная кисть опять к тебе. Если вы будете делать то же самое, то обязательно потом протрите. Если вы просто так уберете излишки, все равно это ничего не исправит. И ваш стол будет весь, весь, весь этой пыли. И вы будете дышать ей дальше. После того, как я это все отпилю, я обязательно все это этой же, моей любимой веерной кистью, все убираю. Если у вас есть другая мягенькая щеточка, можете ей воспользоваться. Теперь у меня есть целых четыре игральных кубика, которыми я не пользуюсь. Потому что у меня нет игральных настольных игр. Игральных настольных игр? В общем, мне их теперь никуда давать. И я теперь коллекционирую их. Так не хочется их выбрасывать, они же такие классные. После всего этого я подготавливаю стол. Опять же, скотч для того, чтобы все не замарать. И салфеточка для того, чтобы все вытирать. Я покрываю все двумя слоями белого грунта, для того, чтобы все сцепилось. И я приняла ужасное решение сначала прокрасить все дырточки синим цветом, с синей краской. Я понимаю, зачем я это делала. И идея была хорошая. Но моя золотая краска немножко не была к этому готова. Вообще, мне кажется, любая краска не была к этому готова. И мне кажется, надо было делать более глубокий рисунок. Для того, что я хотела сделать. Но уже поздно, и я все испортила, размазав все. Да. Но ничего, главное уметь все это исправлять. По крайней мере, с дырочками, с циферками. Я уже это старалась не повторять. Нет, нам не нужно портить себе жизнь. Нет, нет, нет. Нет. Я использовала вот такой вот прекрасный золотой цвет. Я очень долго его убирала, и он выглядит как текучее, настоящее золото. Лучшая краска. Не знаю, я влюбилась в нее. Давайте считать, сколько раз я благодарила Бога за эту краску. Сколько раз я сказала, господи, сколько, боже. Боже мой, это слишком красиво. Как вы можете заметить, моя идея просралась. Со вторым кубиком такого не произойдет. Кстати, со вторым кубиком и цвет будет другой, потому что один кубик будет с синим рисунком, а другой кубик будет с синим рисунком, а другой кубик будет с коричневым рисунком. Это еще больше подчеркнет, что они немножко отличаются. Вы просто посмотрите, как оно преображается. Да, это же прекрасная краска. О, боже мой. Божечки-кошечки, офигеть. О, боже мой. Боже, да, детка, да. О, боже мой. Как это исправить. Блин, теперь, когда я показала эту краску, я не хочу ей делиться. Я хочу, чтобы она была такая моя. Но я жадная жопа, которая в любом случае будет растягивать эту краску до тех пор, пока у нее срок годности не выйдет. Если, конечно, у нее есть срок годности. И, естественно, такую красоту просто грех не покрыть за тем глянцевым топом, глянцевым лаком сверху. Это выглядит действительно как слиток золота. Если бы я достала это из сундука сокровищ, я бы вообще не удивилась. Это же гениально. Получается, во мне растет пират. В общем, это шикарно. Если вы такая же сорока, как и я, эти кубики, заберите их себе в гнездо. Субтитры делал DimaTorzok О, боже мой. Господи, я хочу жениться на этой краске. Господи. Офигеть. Просто как кусок золота держу. Господи. Это так красиво. Боже мой. Я? Кошечки, кошечки. Да, 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 да. Может быть, я немного слишком взволнована. Господи, это просто волшебно. Это выглядит волшебно. Боже мой. Боже мой. Господи, благослови эту краску. А каков в итоге результат? Все-таки они разные. Но это неплохо, даже учитывая их разный размер, разный рисунок. Они, в принципе, идентичные из одной серии. Можно было бы, конечно, сделать их более идеальными. Отполировать, вымереть идеально каждую сторону. Но я все еще считаю, что нет ничего идеального в мире. И я не хочу делать что-то идеально. Эти кубики также падают на разные грани. Как бы я их ни кинула, они покажут разное число. Им совершенно не мешает их рисунок. Самое главное, что в реальности они выглядят гораздо более волшебно, чем здесь. И мне это нравится. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok